Привет! Я провожу Новый год под девизом «Новый год без плиты». Это значит, что 31 декабря я не готовлю от слова совсем, потому что все я готовлю заранее. И самое, наверное, капризное блюдо в такой предварительной заготовке – это салаты. Как их сделать так, чтобы они были свежими, вкусными, при этом приготовить как минимум 30 числа? Вот сейчас расскажу эти секреты и как раз покажу на примере трех салатов классических. Первое – ну, конечно, это оливье. Какой Новый год без оливье и как приготовить его, как настрогать этот тазик традиционное оливье, если не стоять 31 числа над разделочной доской. Второй салат – тоже классические такие салаты, которые пропитываются слоями. Ну, например, селедка под шубой, мимоза. И вот на примере тоже одного из таких салатов, только интереснее немножко с грибами, с говядиной я вам тоже покажу. И третий салат будет самый сложный в заготовке. Не в исполнении он простой, а в заготовке самый сложный, потому что он будет из свежих овощей. Итак, смотрите, начнем с оливье. Любую опытную хозяйку разбудите среди ночи и спросите состав салата оливье. Она сразу скажет вам картошка, морковка, яйца, горошек, обязательно огурцы. Тут бывают варианты. Более полезный вариант с куриной грудкой, более советский такой вариант, классический – это с колбасой. Смотрите, чего тут нет. Тут нет майонеза. Он нам, конечно, будет нужен, но он нам понадобится уже когда мы будем сервировать и подавать на стол. А сейчас, когда я буду делать заготовку, майонез нам не нужен. Итак, как готовлю салат оливье, буду показывать очень быстро, потому что все вы умеете. Просто основные моменты. Итак, смотрите, что я сделала. Я измельчила, подготовила полностью все овощи. Овощи отдельно, а белковые части, тут яйцо и куриное филе отдельно. Если вы смешаете, то срок хранения, к сожалению, резко уменьшится. Нужно будет в течение суток есть. А если вы его так вот отдельно будете хранить, то до двух суток в холодильнике, в очень холодных условиях можно сохранить. То есть, спокойно готовьте 30-го числа. 31-го просто смешиваете все вместе. Только после этого добавляете майонез, соль, приправы, перемешиваете все и уже как бы салатик ваш будет готов. Это заготовки. Но есть способ приготовить еще раньше, еще больше сделать, продлить срок хранения такой заготовки. Например, готовить не 30-го числа, а даже 28-го и 100% 29-го. Например, если вы будете использовать не обычные контейнеры для хранения, а еще и контейнеры, которые можно завакуумировать. Я покажу и второй вариант, как это сделать. То есть, мы накрываем контейнеры и используем вакууматор. То есть, тут у меня такая специальная трубочка, шланг. Здесь нажимаю кнопку вакуум. И вот, смотрите, когда он перестанет работать, значит, уже весь воздух выкачался. Отлично. Как проверить? Смотрите, сейчас будет такой звук характерный, да? А еще можно проверить его открыть. И вот он никак не выпадет, потому что здесь воздуха нет и уже будет очень достаточно долго хранится вот такая заготовка. И перед Новым Годом я ее 28-го числа приготовлю, чтобы уже 30-го заниматься какими-то горячими блюдами. У меня вакууматор Аберхоф. В нем можно как контейнеры вакуумировать, так и пакеты. Я тоже снимала отдельное видео, как я пакеты вакуумирую. Как вам удобнее, можете сохранять в пакетах, можете в контейнерах. Ну вот, заготовка для салата Оливье готова. Осталось только, как говорится, только добавь майонез. Вот таким вот образом, делая такие заготовки, можно поступать с блюдами и салатами, в котором все ингредиенты уже прошли какую-то тепловую обработку, да? То есть, у нас, например, в салате Оливье уже все овощи отварены, они не потекут, когда будут долго лежать. И вот такой номер, к сожалению, не пройдет с салатами, которые содержат в себе такие вот влажные продукты, но, например, помидоры, огурцы, перец, все это, к сожалению, испортится, если мы будем хранить сутки или больше. Но есть большая категория салатов, которые даже нужно по рецепту готовить заранее. Это салаты слоеные, которые пропитываются разными соусами. Я очень советую ваше меню праздничное, чтобы не готовить в день праздника, ставить меню именно такие салаты. Ну, классика, да? Это сельдь под шобой, мимоза, салат, гранатовый браслет и вот еще один рецепт, который я вам сейчас покажу. Такие слоеные салаты я очень советую готовить и сервировать в таких прозрачных мисках, просто эффектнее и красивее будет смотреться. Мы с вами сейчас приготовим слоеный салат с солеными грибами, но можно брать и квашеные и маринованные. То есть нам понадобятся грибы, картофель, морковь, яйца, сыр, говядина отварная, чуть-чуть зелени для красоты. И вот сейчас можно использовать майонез и немножко растительного масла. В оригинальном рецепте нужно еще одну луковицу обжарить на растительном масле. Но, если вы хотите сделать более диетический вариант, а именно такой я хочу сделать, я не буду это делать, потому что, мне кажется, и так достаточно здесь и майонеза, и жирного сыра. Чтобы облегчить немножко салат, как раз этот ингредиент я исключу. Но это дело вкуса. Итак, мы измельчили говядину, грибы, натерли сыр, порубили яйцо, на крупной терке натерли картофель и морковь. Начинаем собирать салат. Ну вот наш полуфабрикат салата. С грибами он готов. Почему полуфабрикат? Потому что по правильному, по рецепту он еще у нас должен настояться и пропитаться все слои. Между собой должны пожениться примерно не менее 6-8 часов. Поэтому смело отправляйте в холодильник, чтобы сыр не обветрился. Просто покройте слоем или пищевой фольги, или пленки. И уже через сутки можно смело подавать. Он будет просто в объедении такой салат. Итак, можно заранее приготовить салаты, которые продукты, в которых проходит тепловую обработку. Можно заранее подготовить даже нужно салаты многослойные, которые слои должны пропитаться. А что же делать, если вы хотите салаты из свежих овощей? Тут вы можете приготовить полуфабрикаты до этапа нарезки. То есть вы можете отдельно подготовить заправку и подготовить овощи таким образом, чтобы оставалось только их нарезать и подавать на стол. Вот, например, я буду готовить салат с баклажанами и моцареллой и помидорками черри. Смотрите, во-первых, я уже использую заготовку. Видите, это замороженные баклажаны. Я их замораживала летом. Видите, они еще замороженные немножко. Поэтому 30 числа я их просто достану в холодильнике. Они разморозятся у меня в холодильнике и уже можно будет подавать. Просто их разрежу вот так вот поперек на несколько частей, на две-три части. И они уже готовые, пропеченные. Видите, все с баклажанами минимум мороки. Что касается помидор черри, нарезать нельзя потекут, но я их помою. Чесночок нарежу, фисташки очищу. Рукколу я специально купила в вакуумной упаковке. Она такая уже готовая и она хранится до двух недель. Обращайте внимание на срок годности. Моцареллу я нарежу сейчас и хранить буду в этом же рассоле, в котором она плавала в контейнере. И отдельно подготовлю заправку. Местный нюанс по заправке. Я ее сделаю сейчас. Она у нас однозначно расслоится через несколько часов. И после того, как перед тем, как подавать на стол и заправлять салат, я ее еще раз просто взболтаю, и она будет как свеженькая. Начали! Итак, вот наши заготовки для салата готовы. Моцарелла, фисташки нарезанные, помытые, подготовленные и запеченные баклажаны, руккола в вакуумной упаковке. Вот это полуфабрикат. Собирается он буквально за две минуты непосредственно перед подачей на стол. Представим, что сейчас Новый год. Я покажу, как собирается такой салат. Музыка 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 Рецепт смотрите под видео. Как их так подготовить, чтобы вы могли Новый год и вообще все остальные праздники встретить отдохнувшей, веселой, счастливой, без плиты, а с радостью. С наступающим Новым годом!